Привет всем! Сегодня я хочу записать ролик специально для молодого режиссёра Дарьи Ковалёвой. У неё очень интересная задача. И давайте посмотрим, что из этого получится. У нас с вами есть вот такая вот задача. Есть персонаж, нарисованный таким вот контуром. Если мы нажмём рендер, он как бы пропадает. И в принципе, что можно сделать? Можно его залить. То есть, если мы возьмём Paint Unpainted и попробуем его залить. У нас с вами будет проблема. Там, где не замкнутые участки, они не заливаются, даже если включён Close Gap. Поэтому нет возможности залить. А хочется иметь персонаж вот на такой белой плашке. Что мы можем сделать? Мы с вами берём такую функцию. Она называется Generate Automate. Давайте мы поставим все картинки. Их тут четыре. И сгенерим Automate. И у нас получается вот такая вот история. То есть, вокруг нашего с вами персонажа такая вот заливка. И он заливает даже не замкнутый контур. Ну, как бы, если мы просчитаем сейчас вот в таком вот варианте. Видно, что чёрный контур всё равно сливается с фоном. Поэтому, что мы можем предпринять в этом случае? В данном случае у нас с вами заливка находится в слой Underlay. И мы с вами попросим программу сгенерить контур вокруг нашей заливки. И вот этот контур сейчас мы сконвертируем в карандаш. Давайте посмотрим, что получится. У нас единственное что. Давайте белый цвет возьмём к карандашу. Посмотрим, что будет. И посмотрите, что у нас вышло. У нас с вами персонаж на белом фоне. Значит, соответственно, мы можем повторить операцию для остальных фаз. То есть мы делаем Automize Create Control Strokes и делаем Convert Strokes to Pencil Lines. И у нас с вами здесь совершенно нужно всё это белое. У нас есть такая вот заливка. Что хочется сказать? Значит, первый вариант, да, у нас с вами как бы выполнен. Обратите внимание, что у нас остаётся некая гибкость. Мы можем регулировать, насколько широко наш контур будет выходить за рамки. Это как бы, то есть это не одноразовое решение. Мы можем вернуться к принятию к этому решению в течение всего нашего процесса. Но, теперь у нас возникает ещё одна проблема. Связанная с тем, что контур получается очень ровный. Для этого мы с вами возьмём наш с вами NodeView. И попробуем взять вот такую вот ноду. Возьмём, возьмём, возьмём. Turbulence. Давайте посмотрим, что нам удастся. Увеличим частоту и... Мы видим, что наш с вами контур искажается вместе с рисунком. Поэтому мы возьмём только один... Допустим, что нам нужно с вами? Нам нужен Underlay. Underlay. Вот Underlay. Печатаем сюда. А это мы выведем весь искажение. То есть у нас с вами получается каким образом? Давайте мы ещё CallSelector. Разможем. И здесь мы получим только LineArt. У нас получается таким образом, что нижний слой... Давайте мы сейчас так амплитудно искажим. Искажается. А сам рисунок не искажается. Таким образом у нас получается очень интересная вещь, что мы как бы получаем такой рваный неровный край. Единственное, что мы можем посмотреть различные варианты... Нойза, который бы нам более подходил бы в данном случае. То есть в принципе можно как-то поиграться с настройками. И здесь уже будет всё от вашего желания исходить. Ну вот примерно. Давайте посмотрим, что будет. Достаточно интересный эффект. И мы всегда можем вернуться. Всегда можем вернуться и увеличить в этом случае заливку. Давайте посмотрим. Вот таким образом. Единственная проблема, да. Единственная проблема в этом варианте, что если мы будем перемещать персонажа, он будет менять... Давайте я надеюсь, наверное, будет виднее. У нас с вами... Нет, не виднее. У нас будет меняться его... Вот этот вот характер вырезанности. Поэтому мы с вами что сделаем? Мы можем с вами просто... Подвести вот эту... Соединить трансформацию с турбуленцией. У нас турбуленция будет постоянной. То есть она не будет меняться положением. Вот так вот. Вот такая вот ситуация. Достаточно интересный эффект. Достаточно быстро получается. Всего хорошего. Удачи в освоении программы.